МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он хореограф от Бога. Сам ювелир с посмешкой рассказывает про свою деятельность. Это мой шлях, это мое натхнение, это мое жизнь. Я очень благодарен. И вот 50 лет я танцевальное мистерство ни один раз не задерживал. Программа вечера была немного незвичной, адже присвящалась не только Михаилу Васильевичу. Випускники метра, нині керівники різних ансамблів, також показали свої номери. Вони, так би мовити, звітували перед вчителем. Всегда объясняли очень доступно, объясняли. И его студенты очень любят. Несмотря на то, что он очень строгий человек, но всегда, всегда, вот все випускники, насколько я знаю, всегда о нем вспоминают с улыбкой. Тож, приеднаемось до привітень та побажаем Михаилу Васильевичу еще много успешных и счастливых лет. Михаил Васильевич, как от юбилеялось, если так можно сказать? Конечно, очень было тревожно, но очень было приятно на душе смотреть все то, что показывали те мои любимшие ученики. То есть они отчитались на пять с плюсом. Хорошо, мы сейчас их послушаем, а представит их Анатолий Васильевич Кривошей, ведущий методист областного центра народного творчества. Пожалуйста. Я сразу, как бы так, слева направо. Смекова Татьяна Юрьевна, руководитель народного художественного коллектива, классического танца, дворца творчества учащихся, отличник образования. Со мной рядом Дорошина, Ольга Алексеевна, тоже все знают, заслуженные представители культуры Украины, преподаватель колледжа культуры и мастерств, хореографические дисциплины. Я хочу только одно из всех у вас узнать. Буду называть вас просто, ну, с самого-самого начала, кто вы были? Танцоры, танцовщики, правда же? Как вас угораздило? Мало того, чтобы пойти танцевать, да? Так это сделать профессией всей вашей жизни. Татьяна Юрьевна, давайте, как мы вас представляли, так вы и скажете. Как вас угораздило в хореографии? Угораздило так. Начинала заниматься в балетной студии, точнее не начинала, а уже продолжала. Дворца культуры судостроителей тогда. Только дворец открылся, была там такая балетная студия. Ну и все горожане знают. Там же был создан коллектив «Ансамбль танца-судостроитель» под руководством Михаила Григорьевича Кизельмана. Ну и, естественно, вот с детских лет хореография, 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 и потом один путь. Институт культуры. Но до института нужно что закончить? Нужно закончить училище. Вот так пришла в училище. И с Михаилом Васильевичем. Пришла в училище, да. Ну, я пришла, поступила в 73-м году. А Михаил Васильевич, я не знаю, с какого года он работал, но он как раз вел выпускной курс, на котором, кстати, Ольга Алексеевна училась. И вот там мы все и встретились. Татьяна, скажите, ну вот чисто женский взгляд. Вы увидели такого преподавателя, да? Что вы подумали? Ну, я знаю, что все студентки были влюблены. А мне, как будущему руководителю, мы это умолчим, мне как будущему руководителю приглянулось, и я обращала внимание на то, вот, допустим, в ходе подготовок дипломных работ студентов, насколько деликатно, тактично, профессионально и требовательно в то же время Михаил Васильевич относился к своим ученикам. И, как говорится, в кулуарах, когда мы общались, все-таки я была более, так сказать, молодой ученицей, и с выпускниками мы когда общались, все говорили о том, что Михаил Васильевич очень доступно и популярно объясняет. Ни одна работа не была просто танцем, все работы были сюжетными. Соответственно, это подразумевает какой-то образ, какое-то развитие сюжетной линии. И вот насколько Михаил Васильевич каждому мог нужное замечание сделать, каждому мог помочь. И еще интересно то, что все постановки были разножанровые. Кто-то больше тяготел к классике, кто-то к бальному танцу, кто-то к народному. Ну, в общем, это было интересно. Такая, знаете, вообще атмосфера в училище была очень творческая. Ну, я думаю, сейчас эти традиции продолжаются. Но вот жили мы одной семьей, особенно на контрасте после школы, кто пришел. Не у всех в школе сложился хороший дружный класс. А училище – это была одна большая семья, независимо от того, кто на каком курсе учился. Вот мы просто там дневали и ночевали, называется. – Ольга Алексеевна, а что вас связывает с юбиляром в последние годы? – Ну, в последние годы. – Как ты первая выпускница? – Да, я первая выпускница Михаила Васильевича. – Это был декабрь 1973-го, 1973-го, ужас. Вот. И у нас был спецкурс, у нас было шесть хореографов, хормистера и режиссеры. И, в принципе, до сих пор, да, вот и я, Надя Шульженко работает где-то хореографом. Она тоже, кстати, заслуженный работник культуры, только уже в другой стране она живет. Володя Гончаренко – это заслуженный работник культуры Украины, живет в Белой Церкви. У него свой театр, он ушел в режиссуру. Люба Куманева, которая как уехала работать в Березанский район, и вот до сих пор она в Березанке работает. Саша Моисенко, который работает в Драгобычих, у него шикарный детский коллектив «Западная Украина». Вот. Валера Лободенко – это который был начальником клуба в воинской части, хотя он был хореограф. Ну, как-то вот мы до сих пор общаемся, до сих пор, благодарна Михаилу Васильевичу, да, я до сих пор прихожу к нему за советом. Я, у нас тогда не было так отдельно украинского танца, как бы такого, как предмета, как сейчас это у ребят наших. Ну, и как бы где-то какой-то совет, звоню, прихожу. Очень люблю бывать на уроках у него в университете, именно украинского танца, и до сих пор как бы учимся. Потому что те знания, которые у него есть, у Михаила Васильевича, по-украинскому, это надо книги писать, а он не хочет. А чего это такое? Дело в том, что эта группа, первая моя группа, первый мой выпуск, впервые вся группа на государственных зданиях сдала все на пятерки. Как же это получилось? Вы подбирали каким-то образом? Или они сами пришли? Они сами такими сделались. Они сделали, да? У нас такая группа. Она была очень, группа такая, трудолюбивая. Я помню такой момент, параллельно с ними, это была 55-я группа, параллельно была 57-я. К ним на урок я готовился в трижды, четырежды готовился, потому что знал, что будут каверзные какие-то вопросы, что я там не давал. В 57-й я прихожу, иногда специально, говорил одно, на следующее занятие, говорил другое. Они даже не реагировали на это. А эта группа вообще очень, поэтому они и сдали все на пятерки. Те полуха слушали, а эти слушали душой и мозгами, да? Это пытливые были, да. Мы хотели получить как можно больше знаний. Никто, конечно, не думал тогда по молодости, что кто-то из нас станет руководителем. Конечно, все думали, что мы будем танцевать. Но так вот в жизни получилось, что мы... Я, например, по себе осталась в Николаеве. Это детская студия, это ансамбль танца Юнги, это судостроитель, это колледж культуры теперь. Все известные люди, между прочим, все известные. Анатолий Васильевич, вот не в обиду другим видам искусства народного, правда же, да? Конечно. Вот скажите, в нашей области танец какое занимает положение? Я думаю, ведущее, ведущее положение. И я буквально недавно на семинаре проводил в Витовском районе и говорил тоже, что не обидится на меня другие жанры. Но если в хореографии нет в концерте, то это не концерты. Куда же денется, да? Потому что все самое яркое, да, все самое эмоциональное, все краски это в хореографии. Вот. И хореография дает те эмоции, да, положительные, что люди выходят после концерта и еще долго идут, вспоминают и делятся впечатлениями о концерте. Ну что, послушав песню, ну, одну, вторую, третью, как-то уже это самое. Хореография, она вся разная. Каждый номер, он индивидуален. И поэтому в Николаевской области и в городе Николаеве хореография представлена очень широко и очень популярно. Одно, что самое так вот обидно мне, да, методисту областного центра, что сегодня очень мало взрослых коллективов хореографических. Как раньше было в свои времена, да, когда работала Николаевская, вот, и мы все руководили, и Ольга Алексеевна, когда были взрослые коллективы, когда танцевали до 40, а то даже до 50 лет, да, вспомним Александра Мороза, Сашу Ремественского, вспомним те люди, которые работали, извините, еще в свои 50 лет давали форы молодым, еще и технику делали. Вот это есть то, что сегодня недостает вот этой преемственности, да, старшего поколения молодым. А детский коллектив сегодня представлен очень широко и современная хореография, и народная хореография, и украинская хореография. Кстати, вот классической хореографии хотелось бы больше. Не все, не все, понимаете, боятся брать, бораться за эту работу, за классику. Сегодня у нас вот действительно могу сказать, что один единственный коллектив, как ансамбль классического танца, это вот Татьяна Юрьевна. Мы немножечко дальше поговорим на эту тему, а сейчас подтверждение Ваших слов, когда Вы сказали, ну ладно, это все-таки еще в конце программы будет, а вот то, что такое танец, давайте посмотрим один из танцев ансамбля «Три цвета». Татьяна Юрьевна 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 В головах маленькие, маленькие, Едно молчу, вы че будите, Едно молчу, будите, будите, Едно горнука, линчика, линчика, линчика. На белцаман стояши, стояши, Верно лицу, и яши, и яши. И мы всегда в жизни, и всегда пели, и танцевали, Потому что искусство дает все, Искусство дает благородство, Искусство дает молодость, И люди, которые этим занимаются, Они не стареют, не только душой, Но и стареют и телом. Любви вам, здоровья вам, счастья, И благодарю вам, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, Сергей Маркутенко Васильевич, Дякую вам всему славянному коллективу. Дякую вам всему, Соломану, Бажаю вам всему творчим у святі. АПЛОДИСМЕНТЫ Нехай на нашій классовині землі Завжди вам явлюсь спокій та добро, А таки чиновні концерти Дадаю всі наснаки оптимізму І впевненості у власних силах І непохитній білі Світає за щасливе майбутнє Нашої рідної України! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ